В основе грамотной игры для любого человека лежит его скилл. А вы часто задаете себе вопрос, что такое скилл и из чего он состоит. В этом видео я расскажу вам о составляющих скилла и о том, как надо его улучшать. Ну что ж, давайте не будем терять драгоценное времени и приступим. Скилл игрока в CS можно разделить на три составляющие. Стрельба, мышление и отношение к игре. Давайте разберемся в каждом из составляющих по отдельности. Глуба будет рассказывать вам о типах стрельбы еще раз. Это вы можете посмотреть в других моих видео. Не только моих конечно же. Сейчас я хотел бы вам рассказать о том, как выбрать свой стиль стрельбы и как наиболее эффективно его тренировать. Ну, пожалуй, начнем с самым распространенным стилем игры. Это спрей. Сразу скажу, что если тренировка спрея вас не интересует, вы можете перемотать видео дальше, дабы не тратить свое время. Спасибо. Для тренировки стрельбы существует много различных способов, но я выбрал самый эффективный. И сейчас вам о них расскажу. Для начала хочу сказать, что существует специальная карта в мастерской стиль. Рикоил, мастер. Эмм, да, спасибо Google. Пошел нахуй. Эмм, окей, ладно, ладно, ладно. Итак, возвращаемся к карте. Она позволит вам тренировать свой зажим. Все, что вам нужно, это стараться контролировать ваш зажим так, чтобы он совпадал с траекторией этого кружка. И со временем вы сможете выучить спрей полностью. И начнете зажимать, как гидрайт. Дальше у нас идет тэппинг. Стрельба по 1-2 патрона. Залог такого стиля стрельбы – это низкая чувствительность, не больше 1,5 фкс. Это нужно для того, чтобы на дальних дистанциях вы могли точно попадать в цель. А высокая ССА будет вам в этом мешать. Тренировка тэппинга – это очень кропотливая и долгая работа. Так что, если вы не хотите тратить много времени на игру и поднимать свое звание, тэппинг – это то, что вам тренировать не стоит. Итак, для тренировки тэппинга я выделил две карты – Fast Aim и Aim Boss. Ссылки на все карты вы найдете в описании к видео. На карте Fast Aim вы представляете из себя некое подобие скрима, на которого бегут беззащитные сельверы с ножами. И вы, как истинный профессионал, должны будете дать им отпор. Постарайтесь сделать опор на попадание в голову, ведь только так можно улучшить свой aim. Карта же Aim Boss представляет из себя полигон ботов, параметры которых вы можете настраивать на свое усмотрение и тренировать стрельбу в голову. Текилы Ну что ж, а я в свое время благодарю вас за просмотр первой части этого видео. До свидания и увидимся в следующей части.